Украинский президент прибыл на Донбасс. Это первый визит Владимира Зеленского на линию боевых действий в качестве главы государства. Он поговорил с солдатами и офицерами, изучил обстановку и выслушал доклады командования. В своей речи во время инаугурации Зеленский назвал достижение мира на Востоке своей первоочередной задачей. Конфликт в Донбассе в 2014 году после бегства президента Виктора Януковича и присоединения Крыма к России. По данным агентства Reuters, Кремль оказывал военную поддержку сепаратистам. Российские власти это категорически отрицают. Тем временем партия президента Украины Владимира Зеленского, слуга народа, объявила набор кандидатов для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. Они назначены на 21 июля. Заявки претенденты смогут подать через интернет, приложив сведения о своих достижениях и предложения по законодательным инициативам. Такой подход вряд ли можно назвать привычным для формирования парламентских партий. По оценкам социологов, у партии Зеленского есть шансы получить свыше 40% на досрочных выборах. И, известно, наши оппоненты... Конечно, наши оппоненты – политики старой школы. Сейчас они пытаются создать впечатление, что кроме них никто не может управлять страной. Особенно это касается мажоритарных округов. Там у нас много хозяйственников, опытных и суперопытных хозяйственников, которые у власти по 10 лет, по 5 сроков. Но то, что мы видим и по соцопросам, и по настроениям людей, дает нам основания для оптимизма.